Сегодня мы проводим ежегодное собрание граждан, постараемся отчитаться о братья на моей работе. От вас хотелось бы услышать оценку работы, выслушать о недостатках, чтобы внести администрацию правильную работу на текущих 15-й год. Немного цифр о демографической ситуации в нашем поселении. На 1 января 15-го года численность населения составила 9779 человек. Соответственно, в райцентре 8184 и на станции Погрузная 1595 жителей. В 2014 году умерло 95 человек, а родилось 72, что меньше до 14 малышей по сравнению с 2013 годом. Рождаемость постепенно увеличивается, но тем не менее смертность остается довольно высокой. Превышает рождаемость на 20 человек не только по причине старости заболеваний, а зачастую из-за трагических случаев, пьянства и других подобных привычек. В основном, в связи с расширением нефтедобычи, люди находят рабочие места в обслуживающих организациях «Самара-Нафта». В прошлом году заработал, можно сказать, полную силу в грузинский элеватор, где трудится более 100 человек в сезон и продолжает работать даже в зимний период. Идет подработка зерна и сушка. Дальнейшее развитие производства получает Волгарьянск. На масло заводит Рудец, 280 работник по долгозрочным договорам и 50 человек по найму. На сегодняшний день в службе занятости число стоящих на учете уменьшается. Состоят 74 жители наших поселений. Это несколько меньше по сравнению с прошлыми годами. Большим подспорьем для семейного бюджета является содержание личных пособных хозяйств. Возможности такие есть. Ведь мы проживаем в сельской местности, а потому есть место, где содержать кот, накосить травы. Легче становится приобрести фураж. Администрация сельского поселения Кошки оказывает в этом посильную помощь. Для водопоя КРС содержим в крупной аэродроме. Забрудили плотину во вране Тоники. Областное правительство на создание и развитие семейных ферм ежегодно выделяет субсидии. К сожалению, на нашей территории личное пособное хозяйство сокращается, и сельский практически не развивается. Одна семья на погрузной содержит на четыре головы крупнорогатого скота и муладняк также. С 2014 года через нашу администрацию поселения все владельцы крупнорогатого скота получают субсидии. Всего на территории поселения содержится 168 горлов крупнорогатого скота, из них 55 горлов. Для реализации излишков продукции в нашем районе организована приемка к Кошкинскому району как молока, так и мяса и овощей. В настоящее время каждому поселению установлен план по сдаче населения в сельхозпродукции, и при условии выполнения выплачиваются дополнительные субсидии, которые используются на благоустройство территории поселения. В связи с необработкой земель вокруг наших сел, а это земли наших поселений, которые зарастают в сонной растительности, вынуждены в прошлом году передать в БПЗ Дружба часть земель вдоль речки Липовка с левой стороны на выезде с Божьей. За 14-й год на территории сельского поселения произошло 34 пожара и загорания, при которых один человек погиб. Причина пожара – брошенные дома, заросшиеся сухостоем. Я обращаюсь ко всем жителям поселения, которые причастны к устующим домам, наведите порядок, вступите на наследство, и если не нужна вам земля, продайте. В настоящее время таких объектов по поселению выявлено 24. Также произошло загорание бань в два случаях, два случая загорания автомобилей и два случая загорания сухой травы и мусора. В настоящее время совместно с Комитетом муниципального муниципального занимаемся постановкой на учет с моболь построенных господстройок, гаражей. Комитет заключает договоры аренды земельных участков над объектами. Приступили к сносу невостребованных господстройок. Часть сарая в первом жилом квартале снизили и вывезли на полигон. Эту работу мы будем продолжать и дальше. Более 20 жилых домов приняты в эксплуатацию, а право собственности на данные объекты до сих пор не оформлены. А это дополнительные финансовые средства в бюджет поселения. Определенную работу администрации поселения проводят с молодежью. Выпускники наших школ получают крепкие знания. Это результат ЕГЭ и количество поступивших в ВУЗы. Для тех, кто остается на территории поселения, созданы необходимые условия для проведения здорового господа. При огромной поддержке районной администрации большое развитие получил физкультура и спорт. Функционирует крытый ледовый каток, лыжная трасса для проведения районных соревнований по лыжам в районе кирзовода. Работает многофункциональная спортивная площадка на погрузной, рядом с которой три волейбольных площадки, поле для мини-футболок, проложена трасса для бега, а в зимний период используется как лыжный. Организован прокат коньков и лыж. Помещение дюж занято различными секциями круглогазичных. Есть возможность любителям кондового спорта заниматься на базе в Дориноке. Администрация сельских поселений участвует во всех соревнованиях. Депутатом собрания представителей принятых программ по развитию физкультуры и спорта на 10-15-е годы, где закладывают средства на финансируемые приобретение спорта инвентаря, поездки и соревнованиях. С декабря 2014 года начали эксплуатироваться ледовые катки около сельского клуба «Поводец Первомайской», где также организован прокат коньков в парке «20-летие Победы» в центре села. Для обоих коньков приобрели музыкальную аппаратуру, звучит музыка, а также организован теплый мерзивол. Содержание четырех катков – это дополнительная нагрузка в администрации поселений. И если учесть, что на Боктузинском катке по выходным проводятся областные соревнования по хоккею среди взрослых и детские золотая шайба, приходится лежит нервно расчищать от выплывшего снега и подливать. В 2014 году установили три детские площадки во 2-м и 5-м квартале и по улице Советской. В летний период поддерживаем в надлежащем состоянии детские площадки, проводим ремонт, покраску, завозим песок. Конечные родители должны принимать непосредственную часть, а не взирать на готовые и указывать на недостатки. В конце 2014 года приобрели еще две стандартные детские площадки. До весны они у нас на хранение, а как наступят благоприятные погодные условия, установим по улице Речной в Кошках и улице Спортивной на Погрузной. Возникают вопросы по проведению досуга молодежи в вечернее время, особенно в дни школьных каникул. На дискотеку в основном ходят детишки, а кто возрослеет, скучает, и потому завалены мусором и разрисованы автобусные павильоны, поломаны изгороди. В одном из немногих поселений, не только в районе, но и области, для пресечения нарушений организовано дежурство общественности от организаций, педагогов, и положительные результаты есть. Это снижение правонарушений среди подростков. По неблагополучным семьям, работами совместно с Центром Семья, участковыми, всего на учете стоит 17 семей. Семь требует постоянного контроля. Проводим патронаж, беседы. Основные причины постановки на учет это пьянство одного или обоих родителей. Контроль с такими семьями дает свои результаты. Родители встают на путь исправления, пролечиваются от алкогольной зависимости. Дети направляются в СРЦ, детские оздоровительные лагеря. Определенную работу проводит администрация сельского поселения Кошки по приему граждан. С письменными заявлениями было 167 обращений, все они рассмотрены, даны ответы. Устных обращений учесть сложно, но тем не менее они не остаются без внимания. Трудно учесть и количество выданных всевозможных справок. Администрация поселения занимается введением учетных дел по улучшению жилищных вопросов граждан. Существуют различные программы. Всего на улучшение жилищных условий по поселению, проживающих на территории, состоит 548 семей. Улучшили условия, значит, за 2014 год одна семья участников Великой Отечественной войны. По программе «Молодая семья» получили соцвыбукты 14 семей. На 2015-2016 год намечен строительство двух жилых трехэтажных домов по программе переселения из ветхого аварийного жилья. Большей площадью более 1800 квадратных метров. Подобраны строительные площадки в первом и третьем кварталах рядом с коммуникацией. И в прошлом году по этой же программе из ветхого аварийного жилья были переселены 14 семей. Уважаемые жители поселения, большую работу администрации поселений проводят по благоустройству территории наших сел. Это каждодневная, трудоемкая, но порой малозаметная работа. Но она так необходима, ведь от этой работы зависит. Продолжение следует...